Сказать, насколько хорошо меня слышно. Слышно? Прекрасно. Дорогие друзья, рада вас приветствовать. Начинаем сегодня, вернее, продолжаем серию наших круизных вебинаров. Сегодня в первой половине дня Екатерина сказала о каютах и о возможностях, которые присутствуют на различных классах лайнеров компании MSC Cruises. Мы же сегодня с вами поговорим о нашем одном из самых любимых продуктов круизных под названием MSC Яхт Клуб. Насколько вы знаете, существует несколько круизных возможностей, о которых в частности сегодня рассказывала Катя. Это возможности Белла, Фантастика, Ауреа. Так вот, Яхт Клуб – это тоже возможность, четвертая возможность, самая топовая. Это абсолютно уникальная концепция, которую мы сегодня с вами подробно разберем. Но для начала, для того, чтобы окунуться в атмосферу круизную, давайте с вами посмотрим небольшой ролик об MSC Яхт Клуб. Мне кажется, ролика нет. Давайте еще раз попробуем. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. , спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. Многие агенты потом говорят, ну здорово, красиво, вообще замечательно. Но невозможно за эти 15 минут прочувствовать самое главное. это высочайший уровень сервис. Это высочайший уровень сервиса, это приватную атмосферу, это такую, знаете, атмосферу закрытого клуба, которая присутствует на борту наших лайнеров. И когда только вот ты проживаешь там, не знаю, там два, три, четыре, может быть, неделю непосредственно в ягд-клубе, только тогда ты ощущаешь и ты понимаешь, ну скажем так, даже применим это слово, вот настоящий кайф от пребывания в этой зональности. Потому что есть возможность сравнить, да, с другими категориями кают, в которых мы жили, и ощутить вот ту невероятную атмосферу и тот невероятный уровень сервиса, который сопровождает наших пассажиров, проживающих в данной категории, в данной возможности. И прежде чем рассказывать и непосредственно точечно, что входит в понятие МС Ягд-клуба, я как бы настойчиво еще раз хочу донести, что самое главное и самое основное – это высочайший уровень сервиса, который окружает наших туристов. Делается это за счет многих составляющих, в частности, например, на работу набираются абсолютные профессионалы, то есть если мы говорим о службе консьержерей и службе батлеров, это совершенно отрицающие сотрудники, которые с высочайшим уровнем образования именно в сфере сервиса. То же самое, если мы говорим о питании, то есть тот став, который будет работать на кухне, это будут шеф-повара высочайшего уровня. Те сотрудники, которые будут работать на ресепшене, они будут, естественно, билингвальные, они будут суперопытными сотрудниками, их сразу же никогда не возьмут на работу в Ягд-клуб как бы вот изначально, то есть они должны будут сначала поработать где-то в других, там, ипостасях, в других зональностях лайнера. То есть накопить какой-то опыт, знать очень хорошо инфраструктуру лайнера, вообще, как все устроено в МСС, и только потом они уже будут, например, работать в той же службе консьержерей. Когда мы с вами говорим о МСС Ягд-клубе, об этой концепции, основные такие постулаты давайте с вами проговорим, что туда входит, собственно. Мы будем всегда говорить, конечно же, о приоритетной регистрации на лайнер, то есть заход на лайнер, сход с лайнера, тендерные какие-то высадки, они будут всегда сопровождаться, скажем так, наши пассажиры, они будут всегда находиться впереди планеты всей. То есть это всегда будет, я более подробно об этом расскажу на следующем слайде, а сейчас просто проговорим какие-то основные такие моменты. Служба консьержерей, которая будет работать 24 часа в сутки, поэтому по любым вопросам абсолютно возникающим можно позвонить на консьержерей 24 часа. Мы никогда не говорим о каюте, когда мы говорим о Ягд-клубе, потому что это не каюта, это сьюты. Это суперудобное, комфортное, эстетически приятное размещение, обязательно об этом более подробно сегодня с вами поговорим. В понятие Ягд-клуба также входит особый привилегированный пакет уже включенных непосредственно услуг. В частности, это пакет напитков Premium Extra, это интернет-пакет на два устройства, броуз, который называется на каждого человека и на два устройства, но тоже об этом более подробно расскажу. Это бесплатный доступ в зону MSC Aureo Spa на протяжении всего круиза. Ну и также, если мы говорим о Ягд-клубе, мы всегда говорим о приватности. Что такое приватность в Ягд-клубе? Вот та зона, давайте накроем сразу же, следующий слайд. На этом слайде представлен в разрезе схематично лайнер, который называется MSC Phantasy. Вот так уже сложилось в круизном бизнесе, что самые дорогие, самые привилегированные каюты, они всегда находятся на носу лайнера и на самых высоких палубах. Почему так? Ну, я не знаю, остается догадываться, но я думаю, что привилегии состоят в том, что именно носом лайнер заходит в порты. То есть именно эти люди, которые прошивают именно здесь, в этой части, они самые первые могут увидеть все красоты, которые открываются перед их взором. Вот, наверное, может быть, это связано с этим. Но это не точно, это мое предположение. Так вот, собственно, это классика. Ягд всегда будет расположен на самой части, на самых высоких палубах. Если мы с вами говорим про классы фантазии, мы более сейчас подробно рассмотрим все классы, здесь есть такой небольшой момент. Я считаю, что молодцы, что они исправили это. Дело в том, что именно на классе фантазии рестораны... Будет у меня тут указку показывать. Основной ресторан, который принадлежит яхт-клубу, он будет находиться не вот в этой зональности, не на носу, он будет находиться на корме. Поэтому людям на классе фантазии, пассажирам, им приходится ходить через весь лайнер для того, чтобы попасть в зону ресторана. Указка не работает. Указка не работает. И так не работает. Не работает. Ну, давайте тогда буду словами, наверное, говорить. Ну, собственно, вот на данном изображении написано, да, где находятся наши сьюты, где находятся сандес, где находятся бассейны. Сейчас мне опять помогут с указкой. Слышу, что кто-то идет. Давай как. Ура, мне помогли. Спасибо большое. Итак, о чем мы с вами только что говорили. Извините, пожалуйста, за задержку. Итак, это нос корабля, это корма корабля. На классе фантазии наши рестораны будут находиться именно в кормовой части. Что мы можем найти вот в этой части? Ну, на этом слайде это отражено. Это, соответственно, все сьюты будут расположены именно здесь. Здесь будет расположена, как я уже сказала, да, приватная зона сандека с барами, с бассейнами, с джакузи. Здесь будет расположен MSC Topsy Lounge. Совершенно замечательно, потрясающе. Я сегодня вам обязательно его покажу. Собственно, вы его уже видели и на ролике, который мы смотрели. В общем, все сосредоточено вот здесь. Пошли дальше. А ведь я вам даже неправильно сказала. У нас получается 6 классов лайнеров. То есть, соответственно, я уже на сколько их была? Я была на 5, на 6 классе я не была. Итак, лайнеры, на которых есть концепция Яхт-клуб, они представлены сейчас на этом слайде. Посмотрите, пожалуйста. Все наши классы, 4 класса, с которыми работает Яхт-клуб, они представлены на этом слайде. Давайте их просто проговорим. Класс Фантазия. Этому классу принадлежит 4 Близнеца. Это лайнеры Фантазия, Спландида, Прециоза и Дивина. Они могут отличаться друг от друга, эти лайнеры, я не знаю, но у них концепция абсолютно одинаковая, поэтому мы их называем Близнецами. Это абсолютно первый класс лайнеров, которые были построены именно с Яхт-клубом, потому что на предыдущих двух классах, это класс Лирики и класс Музыки, на этих классах МСС Яхт-клуб отсутствует. Итак, Яхт-клуб, он начинается именно с класса Фантазии. Далее класс Мировилья с лайнерами, Близнецами. МСС Мировилья, Белиссимо, Грандиоза, Виртуоза, Эурибия. Новый лайнер. Следующий класс, который мы называем айфоном на воде, потому что необычная у него абсолютно постройка, нестандартная, когда открытые палубы находятся очень близко к воде. Класс Си-Сайт, которому принадлежит 4 лайнера. Это МСС Си-Сайт, Си-Вью, Си-Шор и Си-Скейп. Новый лайнер. Ну и, может быть, вы уже смотрели, когда-то недавно, который мы проводили вебинар, который был посвящен абсолютно новому классу, классу МСС Волт, который начнет у нас, этот лайнер МСС Европы, давайте его тоже назовем, он у нас начнет ходить с декабря месяца, выполняет свои круизные маршруты и будет ходить в регионе Персидского моря. И у нас огромные ставки на этот лайнер. Многие из вас наверняка уже продали достаточное количество кают, круиз, который называется «Жемчужина Персидского залива». Ну, о маршрутах мы не будем говорить, об этом я, конечно, тоже очень долго могу рассказывать. Давайте не будем на этом делать акцент, но просто хотела сказать о том, что вот основные лайнеры, на которых сделаны современные лайнеры последнего поколения, на них есть именно вот эта концепция МСС Яхт Клуба. Давайте поговорим про приватную, эксклюзивную, закрытую зону. Для очень многих привилегированных пассажиров очень важно, чтобы их не тревожили, чтобы они жили в камерной атмосфере, чтобы не было очередей, не было давок, не было какого-то стопотворения людей, чтобы можно было в атмосфере спокойного клуба раствориться и совершенно спокойно, камерно отдыхать. Для этого созданы абсолютно все условия, поэтому именно доступ на саму территорию Яхт Клуба, он возможен только по личным карточкам членов данного этого закрытого клуба МСС Яхт Клуб. Ну, то есть для пассажиров Яхт Клуба. Потому что если пассажиры, которые живут в других категориях кают, захотят попасть в эту зональность, они в нее не попадут, потому что их карточка не сработает, когда они будут к определенным там кнопочкам прикладывать свою карту. То есть они просто туда не зайдут. Свой собственный ресепшн. Да, действительно, находится свой собственный ресепшн. Это очень удобно. Почему это удобно? Ну, потому что все близко, все рядом. По любым абсолютно возникающим вопросам можно подойти на ресепшн, который работает 24 часа, и решить абсолютно все вопросы. Можно не подходить, можно позвонить, как угодно. Но став там находится 24 часа в сутки, решает все вопросы. Яхт Клуб – это 16 плюс или не обязательно? Вы имеете в виду про возраст детей? Ну, давайте, наверное, сразу же отвечу на этот вопрос. Дело в том, что когда мы говорим вообще о Яхт Клубе, мы очень часто эту концепцию сравниваем с лакшери-туризмом, с лакшери-круизами. Например, с компанией в стиле-версии или с другими какими-то круизными компаниями. Потому что по концепции как бы все очень похоже. Но на самом деле есть большая разница. Если мы говорим о лакшери-круизах, о люксовиках, ну, там в основном отдыхает такая публика, я не могу сказать, что возрастная, люди среднего возраста и более старшего возраста. И в основном, когда ты смотришь прайсы, ты даже не видишь размещения 2 плюс 1. Ну, то есть концепция такова, что, в общем-то, детей на борту лайнеров люксовиков, они есть, но их может быть очень мало. Здесь абсолютно все иначе в Яхт Клубе. Конечно, никаких абсолютно ограничений нет. Можно приезжать и с грудничками, вопросов никаких не будет. То есть Яхт Клуб открывает свои двери абсолютно для любого клиента, от самого маленького до самого пожилого. Поэтому, конечно, никакие не 16+. Когда мы с вами будем рассматривать различные категории сьютов, мы увидим, что максимальное размещение 4, и в некоторых категориях КЛУ даже 5 человек. Поэтому, конечно, с детьми приезжать можно. Если же, может быть, у кого-то в голове возникают вопросы, не мешают ли дети другим пассажирам. Нет, не мешают, потому что в Яхт Клубе они могут жить, но они могут выходить из территории Яхт Клуба в народ, скажем так, и пользоваться всеми теми привилегиями, которые предлагает лайнер. А что предлагает лайнер для детей? Конечно же, это мини-клубы, это 5 возрастов детей. Туда даже можно отдать грудничков. Если мама готова отдать своего ребенка воспитателям, чтобы ребенок там побыл, это можно сделать, чтобы мама отдохнула. Поэтому, конечно, все дети будут находиться там под присмотром аниматоров-воспитателей в этих детских мини-клубах. Потом на борту всех этих лайнеров расположена зональность такая с горками водными, с различными развлечениями, игровые комнаты и так далее, и так далее. То есть постоянно анимационная программа, когда детей занимают. Поэтому ребенка можно всегда отдать туда, и ребенок будет там находиться и делать то, что он хочет делать. Надеюсь, ответила на ваш вопрос. Поехали дальше. Про ресепшн я вам рассказала, про что мы еще с вами должны поговорить. Тоже посмотрим обязательно фотографии. Эксклюзивный панорамный топ-сей-лаунж находится в носовой части. Это совершенно замечательная зона, где можно очень приятно провести время. Туда можно прийти, там очень удобные кресла. Туда можно присесть, взять в руку бокал любого напитка, который предлагается рядом здесь же в находящихся барах. И находясь в этой прекрасной зоне, наблюдать через панорамные окна огромные на открывающиеся различные картинки. Или на море, или на сушу, или смотреть, как лайнер заходит в порты. Ну то есть это такая прекрасная большая зона, где можно просто спокойно провести время. И там же можно перекусить, но об этом попозже с вами поговорим, когда о еде будем говорить на борту МСС яхт-клуба. Также на самых верхних палубах находится эксклюзивная открытая СанТек. Мы это называем открытая солнечная палуба, где находятся бассейны, джакузи, зоны отдыха, лежаки, бары. И на некоторых лайнерах находится зона гриля. Про отдельно, мы поговорим с вами про рестораны, отдельно поговорим с вами про персональные сьюты. Вот это вот все, что мы сейчас перечислили, это, собственно, и составляет эксклюзивную закрытую зону МСС яхт-клуба. Служба дворецких. Ну как я уже сказала, абы кто в сервисе МСС яхт-клуба работать не будет. То есть это вышкаленный абсолютно персонал. Они просто душки. Вы когда-то там находитесь и думаешь, просто удивительно. То есть всегда улыбки, при том, что выглядит это исключительно, скажем так, не наигранно, а как будто действительно вот они тебя реально любят, создаётся такое впечатление. Очень доброжелательно, очень услужливо, очень неназойливо. То есть люди же бывают, вы же сами понимаете, что люди абсолютно все разные. Кому-то нужен какое-то, скажем так, активное внимание. Так вот, персонал умеет это считывать. Кому нужно активное внимание, кому лучше лишний раз не подходить. То есть, скажем так, работают специально обученные люди, которые могут чувствовать настроение пассажира. И, конечно же, запоминать прекрасно все, ну, я не знаю, все желания клиента. Например, там клиент, один пассажир, например, его любимый напиток – это просека. А у другого любимый напиток, я не знаю, там какой-то коньяк, такой-то, такой-то. Это всё запоминается, это всё накручивается на уз. И, соответственно, в конце круиза у пассажира создаётся впечатление, что… Ну вот это было вау, это было вау, это был высочайший уровень обслуживания. Скажем так. Обученный эмоциональному интеллекту. Вот я согласна с вами абсолютно. Да, совершенно правильно сказали. Спасибо. Спасибо. Когда мы говорим о посадке на лайнер, да, когда вот у нас только-только круиз начинается, наши пассажиры приезжают в порт, в терминал, они всегда увидят отдельную стойку регистрации для пассажиров яхт-клуба. То есть это будут таблички, на которых будет написано «МСИ яхт-клуб», туда нужно будет подойти, предъявить свой круизный билет. В круизном билете всегда будет написано, что это пассажиры яхт-клуба. И тогда, соответственно, все процедуры по регистрации, они будут проходить в отдельной части, не с остальными пассажирами, а отдельно. То есть им предложат в терминале присесть на определенное кресло, там будут накрыты столы с какими-то легкими закусками и напитками. И таким образом можно будет, ну, такой welcome drink, да, можно будет приятно провести время и пройти регистрацию. Там же в терминале обязательно наши батлеры встретят пассажиров и проводят их уже после процесса регистрации непосредственно на борт. Потому что лайнеры огромные, как мы всегда говорим, это прям целые города. Попробуй найти свою каюту. Ну, вот самому напрягаться здесь в этом случае не нужно, потому что батлеры всегда проводят и по пути все расскажут. Сразу же, наверное, возникнет вопрос по поводу языковых каких-то проблемах. Работают ли русскоязычные сотрудники на борту в яхт-клубе? Да, безусловно, работают. Я, например, вот на протяжении многих лет работы в круизном отделе встречаю одни и тех же постоянные лица батлеров, которые работают в яхт-клубе. Это люди, которые находятся на контрактах длительный период, многолетиями, если можно так сказать, многолетними, многие годы. Вот. И русскоязычные сотрудники, безусловно, есть, но они не гарантированы на каждом круизе, на каждом лайнере. Но, как нам говорит персонал, нам говорят о том, что если у пассажира яхт-клуба все-таки возьмут какие-то сложности, то круизная компания всегда найдет какую-то возможность, как этому человеку помочь. То есть как-то они эти вопросы будут решать, там, не знаю, приглашать, может быть, из других зон каких-то сотрудников русскоязычных, чтобы перевели, чтобы помогли. В общем, вопрос будет решен, скажем так. Итак, мы уже оказались как бы с вами на лайнере, да, что и увидели наши сьюты. Багаж пришел. И далее, о чем можно будет попросить батлера? Можно будет попросить распаковать чемоданы, если это нужно, и развесить вещи. В течение круиза можно будет попросить отнести вещи в химчистку или в прачечную. Только сразу могу сказать, что эта услуга платная, это не бесплатно. Прайс всегда есть в сьюте, можно посмотреть, сколько это будет стоить. Полотенца будут меняться два раза в день по умолчанию. Знаете, у меня иногда складывалось впечатление, что даже не два раза в день. Вот ты каждый раз выходишь из калоты и возвращаешься, у тебя опять все чистое в ванной. Ну, то есть это потрясающе, конечно. Если нужно будет почистить обувь, соответственно, батлер это сделает. Также на слайде написано, что батлеры доставят свежую прессу в сьют. Да, это действительно так. Казалось бы, удивительно. Где газета и круиз, да, как-то странно. На самом деле ничего странного, потому что на борту есть типография, в которой распечатываются действительно газеты. Газеты на разных абсолютно языках и на русском языке в том числе. Поэтому, когда мы жили в Яхлубе, мы решили как бы словить этот фан. И заказали себе, выбрали какую-то газету, которую нам действительно каждое утро в каюту приносили. Ну, и тут понятно, что, да, любая прихоть, ну, какая любая прихоть? Принести в каюту вина, принести какие-то напитки, куда-то сбегать, что-то принести, что вот насущно важно. Всегда можно обращаться к батлерам, и любые все эти пожелания, они будут реализованы. Стойка консерж, консержере, да, ресепшн, она работает круглосуточно, как я уже сказала. И, вы знаете, это действительно очень удобно, потому что все рядом, все близко. Ты всегда проходишь мимо ресепшн, возникают какие-то вопросы. Всегда можно любой вопрос решить и быстро. Вот это вот очень важно, потому что, когда мы живем стандартно в каютах, иногда думаешь, боже мой, может быть, не надо идти на этот ресепшн, потому что опять очереди. Такое может быть, потому что очень небольшое количество пассажиров на борту. Ведь на наших лайнерах иногда количество пассажиров достигает до 6 тысяч человек. И тут, конечно, совершенно другая история. Поэтому все близко, все рядом, все удобно. Это очень-очень-очень комфортно. Поэтому что можно сделать? Давайте просто поговорим, что можно сделать на ресепшн. Можно заказать экскурсии береговые, если они не были заказаны. Можно забронировать столики в альтернативном ресторане. Ведь вы прекрасно знаете, что на борту наших лайнеров находятся также и альтернативные платные рестораны. Например, Tex-Mex – это мексиканский ресторан. Это рыбные рестораны. Это Butcher's Cut – совершенно потрясающий мясной ресторан, где дают стейки. Вот если есть желание сходить туда, туда нужно записаться, в эти альтернативные рестораны. Но это все можно сделать через ресепшн. Альтернативные рестораны, сразу по ходу рассказа, говорю о том, что альтернативные рестораны для пассажиров яхт-клуба, они уже будут платные, как и для всех остальных пассажиров лайнера. Ну, в общем, многое можно что сделать. Ресепшн на какой палубе и может делиться по классам или... Нет, ресепшн единый. Ну, скажем так, да, если мы говорим про класс фантазии, у нас зона яхт-клуба находится от 14 до 19 палубы. Ну, вот, скорее всего, я просто точно не помню, или на 14, или на 15 палубе будет находиться ресепшн. То есть это один ресепшн, который на весь яхт-клуб. Вы знаете, я вас уверяю, этого достаточно. Что еще? Ну, как я вам уже сказала, баттеры могут, собственно, выполнить очень многие пожелания, какие-то просьбы клиентов. В том числе через них можно заказать, скажем так, презентацию из магазина Duty Free. Что это означает? На борту круизных лайнеров находится беспошлиная зона торговли Duty Free, в которой продаются различные абсолютно товары по совершенно привлекательным ценам. Мы неоднократно сравнивали, смотрели и знаем, что бывает на борту лайнера можно действительно совершить очень-очень выгодную покупку. Например, сумки, например, часы, например, какие-то ювелирные украшения. Правда, в парфюмерии я вообще молчу. То есть то, что сейчас ценные происходят у нас здесь, да, на парфюмерию. В общем, закупаться надо на корабле. Это я вам точно могу сказать. Особенно, когда бывают скидки. О скидках можно всегда узнавать в программе дня, когда пишется о том, что вот сегодня день в море, скидки на все такие-то. И вот в этот день нужно бежать, потому что именно в этот день действительно будут скидки. Действительно можно купить товары по очень привлекательным ценам. Но это я как-то что-то разошлась. Вот, опять захотелось на лайнер, опять в эти магазины захотелось. Так вот, возвращаемся опять к яхт-клубу. Если пассажиры яхт-клуба захотят посмотреть какую-то коллекцию новых часов, например, то это можно организовать на территории яхт-клуба, чтобы не спускаться и не идти в дьюти-фри. Это можно все сделать на территории яхт-клуба. То есть принесут, покажут, расскажут и так далее. То есть это очень удобная опция. И вы знаете, как наши сопровождающие нам неоднократно говорили, из яхт-клуба многие пассажиры не выходят вообще. Но вот есть такие люди, которые считают, я, мне достаточно, я получаю все здесь. Мне то, что происходит там, даже неинтересно. Ни эти шоу, я не знаю, ни эти альтернативные рестораны, и не вся эта движуха на корабле, которая происходит. Как я говорила, люди абсолютно все разные. Кто-то... Ну, в общем, люди действительно все разные, и на этом как бы остановимся. Поэтому... Вот все, о чем я рассказываю, это дает таким пассажирам создать себе тот уровень отдыха, к которому они привыкли, который они хотят, которого они достойны. Скажем так. Давайте поговорим немножко про такую прекраснейшую совершенно зону, которая называется MSC Aureo Spa. MSC Aureo Spa делают не только порядка 30 СПА-процедур, но там делают различные инъекции красоты. Естественно, все это идет за дополнительную плату. Там можно постричься, сделать укладку, сходить в барбершоп, постричь бороду мужчинам, делать педикюр, маникюр. Все там это можно сделать за дополнительную плату. Но в MSC Aureo Spa также расположен совершенно потрясающий термальный комплекс, который состоит из бассейнов, джакузи, различных паровых комнат, соляных комнат, ледяных комнат и так далее, и так далее через запятую. То есть это такая большая зона, где можно провести прекрасное время, поправить свое здоровье, чудесно провести время с благой для тела и для разума. Так вот, доступ в эту термальную зону для пассажиров яхт-клуба бесплатный. Остальные пассажиры лайнера, если мы не говорим о категории Aureo, для них вход в термальную зону будет платный. Еще раз проговорю, то есть для пассажиров яхт-клуба вход в эту зону абсолютно бесплатный. Чем хорош класс фантазии? Тем, что непосредственно на лифте яхт-клуба можно спуститься непосредственно в зону Aureo Spa. В халатах сразу же удобно, не ходить там по всему лайнеру в этом халате, чтобы тебя видели люди. Вот на этом классе это сделано действительно удобно. Прямой выход на лифте непосредственно в зону Aureo Spa. На других классах, таких как Miravilia, Seaside, Aureo Spa, немножко все по-другому устроено. Spa-центр также находится в носовой части, но вот прямого доступа в Aureo Spa уже не будет. Ну, вот такие особенности есть на каждом лайнере. Те или иные. Давайте с вами посмотрим вот эти прекрасные фотографии. Могу сказать, что, конечно, могли бы мы и другие фотографии поставить. Лучшие. Здесь, конечно, не самые лучшие фотографии выбраны. Единственное, вот мне нравится фотография с этой вот ледяной комнатой. На самом деле, конечно, люди, бывающие в термальной зоне, все остаются крайне довольны, потому что, ну, это сделано по последнему слову, знаете, как ультракласса, именно связанным вот именно со здоровьем, с термальными зонами, вот именно с этой концепцией отдыха, релакса. Ну, а теперь, собственно, о кухне. Когда мы говорим о яхт-клубе, мы понимаем, что здесь мы будем говорить о высокой кухне. Действительно, на борту наших лайнеров в МСС яхт-клубе есть свои собственные рестораны, вернее, на каждом лайнере свой собственный ресторан, который предназначен только для гостей яхт-клуба. В этот ресторан другие пассажиры-лайнеры попасть не могут. Как я уже говорила, работают совершенно потрясающие повара, могут работать и именитые повара. Все, что происходит в плане еды, подачи, сервиса, это, конечно, высший пилотаж. Как украшены эти блюда, из каких продуктов они сделаны, как это все подается. В общем, это, конечно, очень здорово. Сами проходили, сами пробовали. То есть у меня остались, конечно, такие грандиозные впечатления. Во-первых, очень атмосферно, сразу же могу сказать. Очень атмосферно в этих ресторанах. Обязательно работают сомелье, которые подойдут и подскажут. То есть сначала наши пассажиры выбирают себе блюда. Как вы понимаете, подача блюд всегда происходит а-ля карт. После чего придет сомелье. И если нужны будут его услуги, всегда можно спросить, а какое лучше заказать вино, а какой лучше заказать напиток, той еде, которую я выбрал. Привязки сразу же могу сказать, к смене питания в МСЯ-клубе никакой нет. И это очень удобно. Только единственное, что я могу вам сказать, желательно, ну вот если привыкли пассажиры, например, питаться достаточно рано, там в 6 часов вечера. Просто это уже просто их стиль жизни. Об этом нужно просто сказать метро, метро до отеля, я имею в виду, ресторана. Или же об этом сказать на ресепшн, что ну я буду приходить каждый вечер, скорее всего, там в 6 часов вечера. Или, например, в 21 час я привык ужинать поздно. Ну то есть об этом лучше сказать. Но если не придешь, то это не проблема. Это не проблема, то есть, пассажиры Якова приходят тогда, когда им удобно. Никто, естественно, никогда не сделает замечания, даже смешно об этом говорить. Вот. Если едут компании, например, забронировала, компания забронировала себе несколько сьютов, они все друзья, и если хочется в ресторане, чтобы для них отвели какой-то отдельный стол, или объединили столы, это всегда можно сделать. Об этом, опять же, нужно просто попросить, об этом нужно сказать, и это будет сделано. И давайте еще раз я просто вам напомню, потому что иногда такие моменты очень важно проговорить. В начале своего вебинара я говорила о том, что именно на классе фантазии рестораны находятся в кормовой части. Я считаю, что это очень большое неудобство, потому что именно на этом классе я отдыхала, я понимаю, что это такое. Ну, ладно, я, да, но пассажиры, которые, ну, такого, скажем так, привыкли к высокому уровню обслуживания и отдыха, для них, конечно, это удивительно, то, что несколько раз в день, там, на тот же завтрак, обед или на ужин нужно пройти всю зональность лайнера, прийти на корму в свой собственный вот этот ресторан яхт-клуба. Ну, круизная компания, конечно, учла вот это замечание, и поэтому все последующие класс лайнеров, Мировилия, Сисайд и МСИ Волт, уже ресторан яхт-клуб, он находится, конечно же, в носовой части, там же, где находятся сьюты, солнечные палубы и так далее, и так далее. То есть в зональности МСИ яхт-клуба. Давайте с вами теперь поговорим, собственно, я уже рассказывала об этой зоне, которая называется МСИ Топси Лаунж. Тоже не очень хорошая фотография представлена, даже, мне кажется, это не фотография, а макет. Это очень большой комфортный лаунж, который расположен на носовой части. То есть вы видите, да, вот эти окна панорамные, через которые открывается перспективный вид на происходящее за бортом. Здесь вечерами сюда приходят музыканты, играет живая музыка, создается такая прекрасная атмосфера. Здесь в течение всего дня накрываются закуски. Для того, чтобы не идти, может быть, ну, просто не хочется идти в основной ресторан, можно всегда прийти сюда, потому что здесь в определенное время, которое будет прописано в программе дня, будут накрыты, опять же, различные закуски на обед, вернее, на завтрак, в основное время завтрака, на обед и даже на ужин. То есть в течение всего дня вот в этой зоне будут накрыты какие-то канапы, закуски маленькие, пирожные, фрукты, ягоды. На завтраке, конечно же, здесь будут подаваться различные потрясающие йогурты, очень качественные, экзотические фрукты мы здесь можем увидеть. То есть на самом деле вот это такая зона, где можно просто и отдохнуть, в то же время всегда и перекусить. И, конечно же, здесь находится бар, в котором можно заказывать напитки по желанию наших клиентов. На классе фантазии даже стоят такие, вы знаете, такие специальные экраны, на которых показывается путевая информация. То есть можно всегда посмотреть, где находится лайнер, в какой точке, насколько далеко или близко до берега и так далее, и так далее. Вопросы. Или давайте, может быть, вопросы позже, потому что я сейчас буду немножко отвлекаться, наверное. Солнечная палуба, Sun Deck так называемый, это открытая палуба, на которой расположены свои собственные бассейны, несколько джакузи с разной температурой воды. Здесь же расположены лежаки, полотенца. Здесь же находится бар, и на классе Мировили, Сисайд и Волт находится зона гриля, в которой подается гамбургеры, различные мясные, рыбные закуски на гриле. Сделанные. Как вы видите, здесь есть такая специальная, но это не крыша, это, скорее всего, тент, который немножко защищает или от солнца, или от каких-то осадков. то есть есть, где скрыться от такого палящего солнца или от непогоды, потому что, как мы понимаем, это открытая палуба, здесь может быть и вот в плане там комфортности, ну, то есть, может быть, некомфортно из-за погодных условий, или слишком жарко, или там, например, слишком ветрено, поэтому присутствуют вот такие всегда обязательно тенды а-ля крыши, такие специальные. Ну, вот, опять же, показана солнечная палуба. Я не могу сказать, что бассейн большой, какой-то сам по себе большой, бассейн небольшой, но достаточно комфортный. Вообще могу сказать, что все рассчитано таким образом, что даже при полной абсолютно загрузки массеев клуба на всех будет хватать места, то есть, не будет никакой толчей, абсолютно всем будет абсолютно комфортно, потому что все очень сильно продумано. Вот это зона бара, зона гриля. Давайте сейчас пробежимся еще раз все-таки в плане питания, где можно позавтракать, пообедать, поужинать. Итак, позавтракать. Ну, конечно, позавтракать можно всегда, в своей каюте. Для этого просто нужно заранее сказать, что хочется, или позвонить, просто сказать, что хочется. Это, собственно, и принесут. Накроют стол, накроют завтрак непосредственно в сьюте. Также можно пойти в топ-сей лаунж, который находится рядом. Вы знаете, я вам не сказала, или, может быть, уже сказала, уже даже не помню, на каких палубах расположен я. Нет, говорила. Например, от 14-й до 19-й на классе фантазии. Если мы говорим последующие классы, более современные мировились и сайты ВОЛТ, там МСЯ-клуб, он более расширенный. То есть, там уже большее количество палуб задействовано, там, от 14-й до 21-й. И вот это вот все на носу, вот носовая часть от 14-й до 21-й палубы, это как бы как раз будет зона яхт-клуба. Топс и лаунж обычно находятся рядом с ресепшеном. То есть, это может быть, там, или 16-я, или 15-я палуба. В общем, на всех лайнерах абсолютно все по-разному. Это нужно просто открывать декплан и смотреть, где что находится. Все подробно можно увидеть. Итак, позавтракать можно, как я уже сказала, в Топс и лаунж. Можно позавтракать, подняться на солнечную палубу, позавтракать, собственно, там. Ну, и про ресторан мы с вами уже все поняли. Ресторан а-ля карт, прекрасное обслуживание, атмосферно, все абсолютно чудесно. Чай питье в английском стиле. Обычно в Топс и лаунж в районе, там, 7 часов, в 5 часов вечера подается, и сорвируется чай в английском стиле, к которому будут предложены различные пирожные, мороженое, в общем, какие-то сладости. По поводу обеда и ужина. Опять же, все то же самое. Не хочется никуда идти, можно пообедать и поужинать в сьюте. Просто нужно будет сказать, что хочется. Ну, просто будет приноситься меню, нужно будет выбрать, и, соответственно, батлер это принесет. то же самое с Топс и лаунж, вы уже поняли, можно прийти в Топс и лаунж и пообедать или поужинать там. Кстати, знаете, был очень интересный такой случай, когда мы были один раз с группой, отдыхали. Ну, не отдыхали, мы вывозили журналистов, и я, собственно, тоже там присутствовала. Помню, мы сидели в Топс и лаунж каким-то вечером, и к нам пришел шеф-повар просто с нами познакомиться, просто поболтать. Вы знаете, это на самом деле абсолютно нормальная такая практика. Все общаются, все очень дружелюбно, то есть создается такая действительно очень приятная дружественная атмосфера. Ну, и он видит, что мы в таком приподнятом веселом настроении, он к нам подошел, познакомился, сказал, что это он нам готовит, ну, и остальным пассажирам, естественно, тоже. И одна из журналистов ему сказала, вы знаете, я настолько люблю октопус, не будет ли сегодня октопусов на ужин. Он говорит, слушай, сегодня я не планировал, но для тебя приготовлю. И через какое-то время он просто пришел и всем нам принес, ну, просто попробовать приготовленное блюдо. Это, конечно, было просто великолепно. Даже склопнуло слюну. Ну, в общем, вы понимаете, вот я недавно рассказала вот об этом случае, то есть опять же, это состоит вот такой необыкновенно приятную атмосферу на борту. Это очень здорово. Ну, и повод обеда и ужина, еще раз просто повторяю, что, конечно же, мы всегда можем прийти в наш основной ресторан и пообедать и поужинать там. Полночный перекус, он накрывается в зоне топсей лаунж. То есть, если обуял голод или хочется что-то перекусить и поздно вечером это тоже можно в топсей лаунж сделать. Про мини-бар. Про мини-бар тоже могу сказать о том, что, конечно же, мини-баров в сутках есть. Его просто потому что не может не быть, потому что это классика, это стандарты. Вот. И, соответственно, этот мини-бар он каждый день пополняется. При том, что баттеру можно сказать о том, что вот у меня слишком много стоит тут баночек, пляночек с водкой, я ее не пью, но при этом пью вот этот вот коньяк. Вы не могли бы вместо водки поставить, чтобы был только один коньяк? Ну, в общем, какие-то, вы знаете, любые абсолютно вот такие вот какие-то просьбы, они всегда выполняются. Это абсолютно норма в яхт-клубе. Также в мини-баре будет находиться кофемашина лаватца с ежедневно пополняющимися капсулами, но если они расходуются, естественно. про напитки мы с вами не поговорили еще, давайте поговорим. Да, конечно, в пакет услуг, который включен в МСИЯ в клуб, включен определенный пакет напитков. Он называется Premium Extra Drink Package и там есть ограничения по этому пакету за бокал напитка. Бокал напитка не должен превышать 13 евро. Я вас уверяю, что так как мы неоднократно уже были на разных абсолютно лайнерах, я могу сказать, что это абсолютно вот та стоимость, которая это достаточно большое количество напитков, которые можно приобрести по стоимости до 13 евро. поэтому я абсолютно точно могу сказать, что это действительно достаточно широкий и разнообразный набор как безалкогольных естественно, так и алкогольных напитков. И этот пакет, он будет действительно не только на территории яхт-клуба, но когда наши пассажиры выходят из территории яхт-клуба в основную зональность лайнера и когда они приходят в различные бары, которые находятся на борту, у них этот пакет будет действовать на лайнере однозначно. И сразу же могу сказать, что если наши пассажиры вдруг решат пойти на лайнере в альтернативные платные рестораны, вот для них там еда будет в альтернативных ресторанах платная, а так как в яхт-клубе включен вот этот пакет extra drink package, то соответственно этот пакет будет действовать напитков в альтернативных ресторанах. Надеюсь, здесь как бы все вопросы закрыты, все понятно с этим. Ну и в следующем блоке мы с вами будем уже переходить к каютам. Вижу, что вопросов много, но я думаю, что коллеги помогают отвечать, в смысле отвечают на ваши вопросы, надеюсь на это. Итак, прежде чем рассматривать уже конкретно с вами сьюты, давайте просто проговорим про стандарты, которые есть в сьютах. При посадке наши пассажиры всегда увидят в сьютах приветственную корзину с фруктами и каждый вечер на кровать будут класться различные шоколадки с различными вкусами. То есть это такой приятный такой момент перед сном, такие традиции. Что касательно материалов, из которых сделано постельное белье, оно, конечно, очень сильно отличается от стандартных кают. То есть это, конечно, эксклюзивное абсолютно белье из египетского хлопка. Это будут во всех сьютах естественно обязательно халаты и тапочки. Это будут эргономичные матрасы. Также нашим пассажирам будет предложен пакет различных, ну, я не могу сказать, что это пакет подушек. В общем, это будет подана такая информация, где будет описана каждая подушка, что она из себя представляет. Или она, например, ортопедическая, или она, например, очень высокая, плотно набитая, или она, например, узенькая, маленькая. Собственно, вот такие подушки можно будет из меню подушек выбрать нужную, которая подходит именно пассажиру. Ну, кстати, их могут естественно принести и показать, потому что картинка мало что можно понять. То есть можно все это попробовать и выбрать нужную подушку. Бесплатный ежедневно пополняемый мини-бар, это мы уже с вами поняли. Ванная комната. Вот про ванную комнату что могу сказать? Вы знаете, у нас вообще, наверное, так как мы работаем с различными отелями на разных курортах, мы прекрасно понимаем, что если речь идет о сьютах, сьют равняется ванная. Ну, то бишь, если сьют, то обязательно ванная. Вот мы раньше тоже так думали, но на самом деле все меняется. Все меняется. Вот сейчас круизная компания, когда строят новые лайнеры, они в основном придерживаются того, что они делают просто очень большие, очень комфортные душевые кабины просто огромного размера, с потрясающей лейкой, да, душевой, с возможностью там присесть внутри. В общем, очень комфортно, очень здорово и очень удобно. Если честно, мне гораздо больше нравится, чем ванная. Ну, опять же, сколько людей, сколько мнений, но вот все равно просто есть такая тенденция. Немножко отходим все-таки теперь. Ванная точно будет на классе фантазии находиться, а на других классах уже будет смешана или ванная, или душевая кабина. Интерактивное телевидение. Да, во всех абсолютно сьютах будет находиться интерактивное телевидение. Если мы говорим вообще про телевидение, обычно русскоязычные программы тоже на всех наших лайнерах есть. То есть какой-то канал или два канала обязательно будут. И в том числе с помощью пульта и данного телевидения, ну, данного экрана можно будет заказать себе различные не ходить на ресепшн, например, а можно будет через этот телевизор заказать себе какие-нибудь услуги. А также посмотреть программу дня. То есть ее не обязательно брать распечатанную, ее можно посмотреть вот на одной из программ в телевизоре, скажем так. Что еще включено в стандарт Яфт Куба? Да, это премиум интернет-пакет. Это, конечно, очень здорово. Если кто уже продает Яфт Куб давно, наверняка помни, что это такого не было, что это новшество последних, скажем, двух, наверное, лет. То есть теперь на каждого человека, проживающего в Яфт Кубе, предоставляется премиум интернет-пакет безлимитно на два устройства. То есть это безлимитный интернет на два устройства. То есть, соответственно, пассажир может привезти с собой, воспользоваться естественным телефоном и, например, планшетом или привезет с собой компьютер. Пожалуйста. В общем, это, конечно, очень здорово. Мы этого очень рады. Также в каждой каюте будет находиться кондиционер. Кондиционер такой, который можно делать под себя, да, температуру. то есть управляемый не общий телефон, сейф, фен, ну, то есть все стандартные, естественно. Кофемашины, это мы уже с вами говорили. И во всех абсолютно сьютах будут так называемые гардеробные комнаты, что очень здорово, потому что всегда можно будет очень комфортно на большом количестве плечиков разместить свою одежду, большое количество полок, все очень удобно, даже очень большие чемоданы можно разместить вот в этих гардеробных. Это очень здорово. Единственное отличие вот этой гардеробной комнаты не будет во внутренних сьютах. Что такое внутренний сьют, и я об этом обязательно вам расскажу. И расскажу уже сейчас. Вообще, наверное, странно звучит сьют, но без балкона и без окна. Да, действительно, появились такие новые категории на классах Мировили, Сисайд и Волт. Мы подозреваем, что не просто так, потому что на борт наших лайнеров часто приезжает очень такая серьезная публика, у которой есть и охрана, и нянечки, и для того, чтобы персонал был рядом, может быть, собственно, сделали вот такой тип размещения, как внутренний сьют, без окон и без балкона. Но на самом деле я вам хочу сказать, что эти сьюты тоже прекрасно продаются, в том плане, что пассажиры покупают действительно эту категорию сьютов, потому что это самые дешевые сьюты. Мы сейчас с вами вообще пойдем по возрастающей. То есть мы сейчас с вами будем рассматривать от самых дешевых сьютов до самого дорогого оннер-сьюта. То есть это внутри категории яхт-клуба самые дешевые сьюты, внутренние. Там, как я уже сказала, не будет гардеробный, но все остальное наполнение классическое, оно будет присутствовать. Если говорить о площади данных кают, то это сьюты где-то площади порядка 15 квадратных метров, конечно же, свои ванны и все традиционно, все как всегда. И максимальное размещение в этих сьютах будет двухместное. Ну, небольшие, впихивать туда дополнительные какие-то откидные полки, естественно, никто не собирается, поэтому только двухместное размещение. Да, кстати, вы знаете, о чем я еще не сказала? Не сказала о том, что можно ли людям, проживающим, пассажирам, которые проживают в яхт-клубе, можно ли приглашать к себе в яхт-клуб каких-то друзей, знакомых на территорию яхт-клуба? Вот, вы знаете, буквально вчера вечером я разговаривала с своей коллегой, которая у нас работает на борту наших лайнеров, и я попросила ее уточить. Я говорю, скажи мне, как сейчас вообще происходит? Потому что, если раньше пускали гостей на территорию яхт-клуба, то теперь не пускают. А мне это подтвердило и сказал, нет, Надя, однозначно не пускают. То есть, для того, чтобы пустили гостя, это нужно как-то очень по-серьезному договариваться там с службой консьержа, ресепшеном. Но если будет полная заполняемость яхт-клуба, маловероятно, что, ну, это стопроцентный отказ, гостей не пустят. Поэтому, если где-то встречаться с знакомыми, с друзьями, то это за территорией яхт-клуба. Поэтому, опять же, если мы говорим об обслуживающем персонале, то есть, о нянечках, об охранниках, они бы не смогли жить за территорией яхт-клуба и приходить на территорию яхт-клуба. Поэтому, вот, им такие пассажиры покупают вот такие каюты внутренние. Ну, вот, посмотрите более внимательно, как, как это выглядит каютка внутренняя. По-моему, очень мило, все комфортно. Теперь мы с вами рассмотрим следующую категорию. Это моя самая любимая категория. Ее легче всего продавать, скажем так, потому что все просто, все понятно. Эта категория называется сьют-делюкс. Этих сьютов на борту больше всего, то есть, это преобладающее количество кают в яхт-клубе, это именно сьюты-делюкс. Это однокомнатные сьюты с балконом. Сьюты могут достигать до 39 метров. Как мы уже с вами знаем, у нас 4 класса лайнера, да, лайнеры абсолютно все разные, сьюты все абсолютно разные, разный метраж у кают, поэтому вот на одном слайде рассказать абсолютно про все сьюты, ну, это просто невозможно, поэтому всегда, в общем-то, проговариваем, говорим от и до. Вот метраж сьютов-делюкс, он начинается от 25 метров в каких-то классах и достигает 39 метров в каких-то классах. Балкон от 5 до 8 метров. Стандартное размещение четырехместное, где будут спать люди, ну, то есть, два человека будут спать на основных кроватях, на основной кровати, кстати, эти кровати можно раздвинуть при желании. Если есть, еще раз говорю, такое желание, то есть, это не одна кровать, это две кровати, просто сверху положен один вот такой огромный матрас, он просто будет сниматься, будут приноситься другие матрасы, кровати будут раздвигаться, все это возможно сделать по желанию гостя, естественно. Вот, и, как вы видите, вот он диванчик, он раскладной, поэтому, когда третий человек в каюте или четвертый человек в каюте, батлеры будут этот диван разбирать к вечеру, утром, и они будут его собирать, то есть, днем каюта будет выглядеть вот таким вот образом. Я вам сказала, что максимальное размещение в основном четырехместное, но есть исключение, на классе C-Side в этой категории кают, слюд, люкс, возможно, пятиместное размещение, то есть, вот над этим диваном будет еще вот такая попка сверху находиться, откидная, на которой может спать пятый человек. теперь давайте с вами просто посмотрим фотографии, ну вот на этой фотографии представлено то, как обычно выглядит каюта на классе фантазии, я имею ввиду убранство, краски, вот посмотрите просто, как декорированы каюты, на классе фантазии я бы сказала, что вот это действительно все сделано очень фантазийно, то есть, это насыщенные краски, это темно-коричневые какие-то цвета, золотистые, бронзовые, очень часто, ну вот данная каюта вот выполнена в таких вот бордовых тонах, и всегда классика, да, вот основная кровать и диванчик, дальше балкон, вот так вот выглядит сьют-делюкс. Дальше с вами посмотрим, тоже не очень мне, конечно, нравится эта фотография, но что имеем, то имеем. Это вот класс Мировилья, ну вот немножко другое стилистическое решение, да, другого, вот мы видим панели другого цвета, такого приглушенного серого цвета. Вообще, если мы говорим о современных лайнерах Мировилья, Сисет и Вулт, мы здесь больше говорим о таком стиле минимализма, потому что на фантазии все более, скажем так, кучеряво, все более помпезно, все более ярко, но на более современных лайнерах все более сдержанно, такое выдержанное, европейское, качественное, скажем так, как это правильно сказать, выдержанный, утонченный и очень лаконичный, скажем так. Но все сделано, конечно, из прекрасного, из прекрасных материалов, из прекрасного качества тканей, все в этом смысле на высшем абсолютно уровне. и рассмотрим с вами следующий сьют в той же категории Deluxe, обращаю ваше внимание, просто я вам показываю, как могут выглядеть сьюты в одной и той же категории. Вот обратите внимание, пожалуйста, на схему, да, на схему или на фотографию, то есть вот она, основная кровать, затем будет такая зональность, которая вот такая вот небольшая стеночка, которая будет отделять как бы а-ля спальную зону от гостиной зоны, условно отделять, да, вот таким вот образом сейчас в основном вот так вот такое стилитическое решение на, в каютах, в сьютах, сейчас на новых лайнерах. Друзья, мы с вами переходим к следующей категории кают, которая называется Grand Suite. Это однокомнатный сьют с балконом, который присутствует на классе Fantasy и на лайнерах C-Skip и C-Shore. Площадь данных сьютов, вы сейчас, может быть, удивитесь и скажете, а что это фотографии-то одинаковые? Вот, к сожалению, круизная компания еще не наполнила, не наполнила свой фотобанк фотографиями, чтобы могли мы их качественно, нормально использовать, поэтому нам пришлось поставить вот такую же фотографию, потому что глобально разницы между Grand Suite и Deluxe Suite ее нет, но она есть, безусловно, в метраже, а так на самом деле, ну вот, в расположении, может быть, более как-то привилегировано, по мнению MSE, будут расположены эти Grand Suite. Ну так, на самом деле, они действительно очень похожи на стандартное, наше базовое размещение, про которое я только что рассказывала, про Deluxe Suite. Итак, максимальное размещение четырехместное на классе фантазии, эти сьюты достигают до 29 метров, балкон до 6 квадратных метров, а вот уже на лайнерах Seescape и Seeshore, это класс Seeside, я вам напоминаю, сьюты могут достигать аж даже 43 метров, и балкон может достигать до 21 метра. Представляете, балкон 21 метра. У некоторых такие, что, у некоторых квартир такие бывают, в общем, вот таким вот образом. И вот в этом классе сьютов, возможно, именно пятиместное размещение. Пятиместное размещение это всегда так выглядит. Основная кровать, диван раскладной, а над диваном раскладным откидная полка. Дальше мы с вами продолжаем наш разговор и говорим о следующем типе размещения. Этот тип размещения называется Executive и Family. Сразу могу сказать, обратите внимание, это очень необычный тип размещения. Тут есть два момента. Первый момент. Это двухкомнатный сьют, но с панорамным окном. Вот, посмотрите, пожалуйста, панорамное окно, прекрасное, замечательное, полностью запаянное, то есть открыть это окно нельзя, несмотря на то, что мы видим, что там вроде бы как находится балкон, но выйти на этот балкон нельзя. Естественно, никто там не ходит, никакие пассажиры, но вот вроде бы как есть балкон, но балкона для проживающих по факту нет. И свежего воздуха в данной каюте не будет морского, потому что окна запаяны и не открываются. Вот так вот конструктивно придумано, потому что эти каюты, они находятся, эти сьюты, они находятся в торцевой части носа, носовой части лайнера, и говорят о том, что в этой части бывают вот при непогоде очень сильные ветра, поэтому в плане безопасности вот так вот сделано, окна не открываются. Еще говорят, что рядом находится капитанский мостик, такое секретное место, очень охраняемое, вот, оно, например, где-то совсем рядом находится, я не знаю, может быть, это байки, нам так, по крайней мере, рассказывали. Поэтому запомните, пожалуйста, что вот такое размещение, как сьют Executive and Family, который находится только на классе фантазии, у этих двухкомнатных сьютов нет балконов, а только панорамные окна. И в чем еще особенность данного размещения, то, что эти сьюты все, они находятся вне зоны яхт-клуба. Вот это очень необычно, потому что, помните, я вам говорила, что на классе фантазии каюты яхт-клуба, они начинаются от 14-й палубы, а эти каюты, они расположены на 12-й палубе. Как же быть, да? Ну, все очень просто. Живешь на 12-й палубе в самом носу, а посредством своей круизной карты ты прикладываешь ее в определенные пимпочки, там, где находится лифт, и эта карточка позволяет тебе подняться на лифтах непосредственно в зону яхт-клуба. И там уже, соответственно, ты проводишь то время, которое ты там хочешь проводить. Размещение, возможно, трехместное на спландиде, лайнере и на фантазии, и четырехместное на предсозе и на дивине. Ну, раскладное дополнительное место во второй комнате это диван. Схему лайнера вы видите. Вот она спальня, стена с дверью, то есть это комната абсолютно отдельно, и такая большая гостиная, где стоят диваны, на том из них он разбирается, на нем можно спать, ну, и вот такая зона со столиками и со стульями. на этой фотографии представлена спальня Executive and Family. Вот оно, это панорамное, не открывающееся окно, но с прекрасным видом. Идем дальше. А дальше мы с вами рассматриваем такую категорию, которая называется дуплекс джакузи, дуплекс сьюты. Вот эти, это, конечно, потрясающие каюты. На одном из директорских туров нашу команду сотрудников по групп вчетвером заселили в эту каюту, в этот сьют, и у нас была возможность пожить. Это, конечно, было потрясающе. Давайте расскажу, как эти дуплекс сьюты выглядят. Ну, как я уже сказала, они двухэтажные. На первом этаже здесь будет лучше видно. На первом этаже расположен диван, такая небольшая обеденная группа, и далее мы выходим на свой собственный балкон, на котором расположена джакузи. На первом этаже также находится гардеробная комната и душевая комната с туалетом. Далее мы поднимаемся по лестнице наверх. Есть у меня эта фотография или нет? Нет, у меня нет этой фотографии. Ну, в общем, мы поднимаемся наверх. А, ну вот, вот она. И оказываемся в спальне. Такая вот кровать. Также на втором этаже расположена большая гардеробная комната и расположена ванная комната с ванной. Суперкофорно, потому что на первом этаже есть ванная комната с туалетом. На втором этаже и на втором этаже есть. очень удобно. Поэтому вот здесь размещаться по четвером, конечно, просто перфетто. Я не знаю, видно вам или не видно. На втором этаже, когда люди спят, у них просто панорамное окно, через которое можно наблюдать прекраснейшие виды. А вот уже выйти и подышать свежим воздухом можно на первом этаже выйти на балкон. Вот такие замечательные дублик с сьюты. Так, о чем я не сказала? Я не сказала, да, я не сказала о том, что есть отличия, опять, о котором тоже важно проговорить. На классе Мировили вот эти вот сьюты, они находятся вне зоны яхт-клуба. Вот как мы с вами говорили по предыдущему размещению экзектив, в каюты, то же самое на классе Мировили данные типа размещения дуплекса, они находятся вне зоны яхт-клуба. Но ничего страшного в этом нет, нареканий тоже мы никаких не получаем, проблемы в этом собственно глобально никакой нет. о чем еще расскажу, о том, что на классе Волт это последний наш лайнер, который только-только сейчас будет креститься и на котором мы выполняем наши основные маршруты в этом сезоне круиз Жемчужина Персидского залива. Вот на классе Волт есть дублик с ютой все то же самое то, что я сейчас только что проговорила, только к сожалению не будет джакузи. Эти каюты они будут меньше по площади до 46 квадратных метров и балкон будет там до 6 метров. Максимальное размещение четырехместное все очень похоже, все то же самое, что я рассказывала недавно, но эти сьюты они будут просто без джакузи. Такой тип размещения тоже есть. Вот это Волт. Класс Волт. Идем дальше. Еще более дорогие каюты. Мы сейчас помните, да, идем по повышающей. Следующая категория кают это Сьют Роял Яхт Клаб. Это уже двухкомнатные сьюты. На классе Фантазии их площадь достигает 36 квадратных метров, балкон до 16 метров квадратных. На классе Мировилий Сесайлт и Булде очень большие каюты до 58 квадратных метров. Балкон может достигать до 70 квадратных метров. Посмотрите, пожалуйста, на данную схему, которая внизу приведена. Это как раз вот эти три наших класса Мировилий Сесайлт Булб. Огромный абсолютно метраж балкона до 70 квадратных метров. Там находится персональная джакузи, обеденная группа, здесь можно посидеть, пообедать, понаслаждаться различными видами. Ну и, конечно же, лежаки, все как обычно, все здесь тоже находится. Наверное, у нас будет на следующем слайде, мне кажется, фотография. Да, фотографии действительно есть. Вот так будет выглядеть один из сьютов на одном из лайнеров. Это спальня. И вот таким вот образом будет выглядеть гостиная в этой категории. Еще раз напомню, эта категория называется Royal Yacht Club Сьют. И вот мы с вами дошли до самой топовой категории сьютов, которая называется Honor's Yacht Club. Обычно на каждом из лайнеров таких кают одна или две. Эта категория кают есть только на лайнере MSC Seescape и MSC World Европа. Это двухкомнатный сьют. Если мы говорим про Seescape, то сам сьют 98 квадратных метров, балкон 25 метров квадратных. А вот на MSC World Европа здесь такая сложная для понимания, нужно разобраться немножко. На World Европа два сьюта, и они оба разные, один из сьютов, хотя одинаково стоят. Один из сьютов 78 метров квадратных, балкон 65 квадратов, а второй сьют 104 метра квадратных, балкон до 48 метров доходит. Максимальное размещение в этих сьютах четырехместное, значит, что в этих сьютах будет находиться. Спальня с панорамным окном, окно будет закрыто, окно не открывается, оно просто панорамное. В гостиной будет находиться отдельная обеденная зона, вот здесь вот часть стола мы видим, барная стойка с напитками, все напитки включены в стоимость. Вот такой будет находиться уголок из диванов. Будет находиться огромная абсолютно гардеробная невероятного размера, ну и, безусловно, балкон с персональным джакузи. Давайте посмотрим, тоже не лучшие фотографии, но вот хотя бы будет какое-то представление, да, вот она гостиная с барной стойкой, с обеденным столом, креслами, спальня. Это, видимо, представлено фотографией из другого какого-то сьюта, потому что везде даже будут использоваться абсолютно разные краски, то есть абсолютно разные цветовые решения в номерах, в одних и тех же даже категориях кают, то есть один номер может быть в красной тональности цвета, другой в каких-нибудь оливковых цветах, то есть все очень отличается в плане колористики. Ну вот, друзья, собственно, наш вебинар уже подходит к концу, единственное, что хочется подытожить, для кого мы предлагаем, кому мы всегда можем предложить данную категорию размещения МСИА-клуб? для притязательных клиентов, для клиентов, которые уже очень много всего видели, много знают, очень любят высокий уровень обслуживания, для которых очень важно вообще понятие сервиса. Ну, понятие сервиса важно, я думаю, для любого человека. Ну, в общем, здесь еще существует немаловажный вопрос, за это нужно заплатить достаточно весомую сумму, потому что на борту наших лайнеров, как вы прекрасно знаете, отдыхают абсолютно разные клиенты, то есть в том плане, что один и тот же маршрут его можно купить за абсолютно разную стоимость, то есть купить внутреннюю каюту Белла по одной стоимости и пройти этот же маршрут в яхт-клубе. Может быть, вы знаете, впечатления будут и у тех людей, и у других людей, у всех будут суперяркие, суперэмоциональные, но просто мы не забываем о том, что есть еще такой параметик, как стоимость круиза, поэтому это, конечно, вот за такие удовольствия, за столько моментов включенных уже в этот сервис, их, конечно, нужно оплачивать, поэтому это, конечно, не дешевые каюты, но я сразу могу сказать, сьюты вернее, но сразу могу сказать о том, что у нас всегда сто процентов заполняемости яхт-клуба, это как обычно традиционно продаются самые дешевые каюты сразу же, и вот сразу же продаются самые дорогие каюты, когда мы заходим даже, вы знаете, при глубине серьезной продаж, то есть мы смотрим ситуацию по загрузке лайнера на какие-то будущие даты, мы очень часто просматриваем яхт-клуб и видим, что каюты уже нет, вот, поэтому за те годы, как круизная компания построила яхт-клуб на борту своих лайнеров, огромное количество пассажиров уже поняли, насколько это прекрасно, поэтому данное размещение пользуется огромным, огромным спросом, огромной популярностью. И что еще хочется сказать, собственно, я об этом говорила, мы же не забываем о том, что мы находимся на борту огромного мега-лайнера, поэтому для тех пассажиров, которые активны, которые хотят ходить в театры, на какие-то анимационные представления, которые хотят участвовать в жизни лайнера, играть в какие-то игры, я не знаю, ходить по барам, ходить по дискотекам, сходить посмотреть там кимтеатр 4D или сходить там попробовать, что же такое симулятор формулы 1, детишки могут сходить в детские клубы и целый день провести в этих детских мини-клубах. Пожалуйста, все это возможно, все это для них открыто, все это для них доступно. Было бы желание, как говорится, но для тех людей, которые хотят действительно уединиться и побыть там, пусть это будет неделя, например, отдыха, камерно, спокойно, чтобы никто не трогал, а только все было, на высшем уровне, у них будет такая возможность. И круизная компания MSI не останавливается, она идет вперед. Я, конечно, круизная компания уже поняла, насколько вообще востребован данный тип отдыха, поэтому круизные компании MSI, они решили о том, что они до 26-го года как бы построят дочку, ну, я ее называю дочкой, на самом деле, это будет круизная компания, которая бы называется Explorer, и она будет работать в классе ультралюкс. Это будут небольшие лайнеры вместимостью до 500 человек, которые будут работать вот в сегменте люксовом. В частности, что отражает и что характеризует класс люкс? Это уникальные абсолютно маршруты. Во-первых, из-за маневренности данных лайнеров, из-за того, что они будут небольшие, они могут заходить в различные точки земного шара, близко подходить к каким-то необыкновенным местам, они могут проходить, например, под Таурским мостом и остановиться в центре Лондона, и, соответственно, весь Лондон будет на ладони перед пассажирами данных лайнеров. То есть вот такая вот привилегия существует у класса люксовых круизов. Соответственно, обо всем об этом мы будем вам рассказывать тогда, когда придет время, потому что сейчас это только анонс, чтобы вы просто знали, что будут и такие предложения, будут и такие круизы. Вот. А на этом я вас благодарю и приглашаю вас на следующий вебинар, который мы будем проводить. Пройдет он 8 сентября, послезавтра. Вести его буду я, и я расскажу о том, как происходит посадка на лайнер, как проходит регистрация на борту корабля, как происходит потом сход с лайнера. Ну, такие вот технические моменты. Я надеюсь, что коллеги, которые мне помогали сегодня в проведении вебинара, отвечают вам на вопросы, потому что я вижу, что тут какая-то лента, идут вопросы, я думаю, что эти вопросы как бы снимаются. Ну что, друзья, спасибо вам большое и до скорых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok